Программа Magic TXZ для редактирования архивов, текстур в GTA и других играх на движке RenderWare. Для ее запуска требуется установленного пакета драйверов Visual C+. Может добавлять, удалять, переименовывать, конвертировать, менять формат, платформу и создать новый архив. Имеет много языков, в том числе и русский. Архивы имеют иконку первой текстуры, то есть имеют предварительный осмотр. Итак, как ей пользоваться? Как открыть? Перетаскиваем, открыли архив текстуры. Здесь мы можем видеть размеры текстур, формат уровня, в правом нижнем углу версия и платформа. Итак, создадим мы новый архив. Назовем как хотим. Выбираем игру, платформу, создать. Теперь добавить. Здесь исходный, он добавит ее без каких-либо изменений, в каком она формате и имеется изначально. Стандартный это не сжатый. Обычный формат, выбираем, например, 4 восьмерки, это обычный 32-битный формат, не сжатый, с альфа-каналом. 3 восьмерки тоже самое, но альфа-канал там работать не будет. Остальное 16-бит и так далее. Палитра. То есть, это 8-битный формат пикселя. Палитра, набор цветов, PAL-4 это 32 цвета, PAL-8 это 256 цветов. Выбирайте всегда одно из этих двух. Либо 4 восьмерки с альфа-каналом, либо 3 восьмерки без альфа-канала. Также, последний самый нормальный формат сжатый. Его используют и в Сити, и Сан-Андреас, и вообще все остальные игры. Декст-Т1 это без альфа-канала. Если альфа-канал имеется, то однобитный, то есть, каждый пиксель, он либо виден, либо вообще не виден. Декст-Т3 уже с альфа-каналом. Декст-Т5 то же самое, но качество альфа-канала будет с таким же качеством, как и сама текстура. Добавили. Также, не забывайте сохранять. Далее, что мы можем еще добавить? Мы можем ее заменить, удалить, переименовать, изменить размер, изменить формат, что мы делали при импорте, и так далее. Дальше, изменить формат, тоже добавить мебоб-уровни, убрать их, установить версию, то есть поменять для какой игры, и так далее. Опции самой программы. Можно поменять язык. А теперь самое сложное. Попытаюсь объяснить. Настройки рендеринга. Итак, что это такое? Это настройки кадрирования, или повторения текстур. Например, вот центральная текстура, и далее пошло кадрирование, повторение. По стандарту все стоит в рэп. Итак, если мы поменяем... U это по горизонтали, V по вертикали. Итак, если мы поменяем по горизонтали, то вот что мы видим. Если поменяем по горизонтали, то есть по горизонтали он будет отражать. Если только по вертикали, то вот так. Если все сразу, то вот так. Трудно тут объяснить. Итак, ну например, для чего это нужно делать? Например, вот для того, чтобы, например, на траву не налазили пиксели грязи. Как-то так. Если поставить параметр Clamp, то вот если по вертикали, по горизонтали Clamp, то будет именно так. В принципе, разницы никакой нет. Уже здесь пиксели грязи не налазят на пиксели травы. Далее, фильтрация. То есть, точечная будет текстура выглядеть вот так, вот как в Майнкрафте. Если поставить последний параметр, то текстуры будут сглажены, нормальные. В общем, методом проб и ошибок разберетесь. Итак, экспорт текстур. Одиночный экспорт в различные форматы я рекомендую экспортировать всегда в этом формате. А редактировать уже через Photoshop. Но если у вас уже нет этого всего, то тогда уже последний вариант PNG. То есть, и альфа-канал там будет, и качество будет на наивысшем уровне. Все текстуры, то есть, все текстуры, которые есть в архиве, он экспортирует в определенных форматах. Дальше, пользовательские настройки программы. Вид. Показать полное изображение. То есть, если текстура будет большая, вырезать за рамки окошка, то он будет адаптировать под размер окошка. Прозрачный фон. Это вот для альфа-канала. Вот, например, клеточки будет показывать, либо не показывать. Показывать мип-мап уровни. Ну, например... Например, мы поменяем формат. Сгенерировать. Да, сгенерировали. Теперь показать мип-мап уровни. Мы увидим все уровни. Открыть лог. Это тут пишет, что, как, какие операции были произведены. Ошибки может показывать. Далее, тут темный интерфейс. Как вам угодно. Светлый, темный. Здесь сайт программы. Открывает сайт программы. И о программе. Кто сделал, кто участвовал и так далее. Так, и последнее. Инструменты. Здесь операции уже не с данным архивом текстур, а уже которые будут лежать в папках. Например, конвертировать. Вы выбираете, где лежат текстуры. Или даже сам имг архив. И куда он будет сохранять. Обратите внимание на палочки. В адресной строке они расположены в другую сторону. То есть, если вы скопируете их и вставите, то работать ничего не будет. Нажмите конвертировать и ничего не произойдет. Так же параметры он либо уберет, либо генерирует уровни. Максимум ставьте сразу, чтобы был полный набор, 12 или даже можете сразу 20 поставить, без разницы. Улучшить фильтрацию, то есть, если там какие-то ошибки с фильтрацией, все исправит. Сожмет текстуры, если они не сжаты. Перестроит имг архивы. Сожмет архив, но я не тестировал. Но, если не ошибаюсь, это не работает на GTA 3 в ICT. Дальше, что у нас тут есть. Массовый экспорт. Вы убираете, где лежат текстуры или мг архив. И убираете, куда сохранить. Обязательно, чтобы это была какая-то папка. Ибо он тоже ничего не будет делать. Формат, в какой сохранить. Текстуры извлечь. Здесь различные параметры и так далее. Потом экспортируем. Дальше, что у нас тут еще есть. Массовая сборка. То есть, он обратно упакует. Здесь выбираете папку, в которой будут лежать папки с текстурами. Далее, выходная папка, куда сохранить. Также он сожмет. Либо формат будет с палитрой. Генерировать и так далее. Тут все разберетесь очень просто. Ну и напоследок скажу, что программа очень качественная. Можете полностью доверять уважения авторам. Единственный недостаток в том, что нельзя отредактировать только альфа-канал или только текстуры без альфа-канала. Для этого вам потребуется программа ViceTXD. Она все это может делать. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь. Всем удачи и пока!